хотя на самом деле хорошо что мы знаем все постепенно хорошо иметь иллюзии и как таковы я как необходимый этап пути все приходит свое время надо просто иметь терпение ну во-первых иметь терпение ну помимо смирение надо иметь терпение но терпение в ком смысле не торопить события вот здесь терпение подходит не терпеть там все невзгоды неприятности во времени чтобы не терпи жата не было чтобы не хотели бегом сразу перепрыгнуть через несколько этапов и где-то на финише оказаться это не получится поэтому события не торопите здесь нужно терпение на самом деле чтобы она была ибо сам все процессы эволюционной трансформации нашего интегрального существует постепенной его продолжительность зависит от многих факторов от степени зрелости вашей истинной сущности от силы вашего эго от искренности вашего стремления в духовной работе от прилежания вашего дисциплины много факторов понятно ведь не у всех все одинаково во время у каждого свои изъяны свои как бы изгибы своей деформации психические физические там все бывает терпеть это значит не ныть не отчаиваться не торопить события вот значит терпеть не ныть не отчаиваться и не торопиться бы эти все это терпение тут нужно обязательно терпение но смирение терпению меньше разная вещь смирение это одна ведь направление нашей работа терпение это другие вещи включает себя естественно что по мере продвижения по пути у вас возникают некоторые иллюзии по поводу будущего возникает это проблески будущего вот по поводу того что с вами должно произойти что вы должны пережить но на этом не зацикливаетесь обычно книжку прочитав вы там ждете что что-то должно с вами произойти как книжки написано а с вами может это уже произошло книжки написано одними словами у вас в это состояние вы могли бы свое переживание писать другими словами не так как книжки у вас несоответствие получается вам то что у вас этого не было вас это уже был так бывает я иногда спрашивают ну а некоторых моментов а вот я бы я говорю ну вы очевидно у вас духовное рождение произошло как же я в нирвану не выходила я говорю был у вас какое-то состояние когда в течение там ну недели там несколько дней может месяца выходили вот вас покачивала как-то да да несколько лет тому назад вообще-то было такое с я думаю что у меня что-то голова окружатся я бы ну вот значит мягко был этот выход мягкий процесс был вы понимаете да люди иногда пропускают вот очевидные события особенно те кто слишком таскать у придирчив к себе к состоянию здоровья думаю что у него там голова закружилась давление понизилась на самом деле был выход индивидуального сознания во всеобщее то был как-то естественно а в это в разряд патологии отнесли вот так бывает я просто хочу сказать что некоторые вещи происходят очень как-то незаметно обыденно списывают это на недомогание там еще на что-то тем более страх есть вот с одной стороны вот такие иллюзии легкие это неплохо это служит неким стимулом вашей работе но углубляться в эти иллюзии не стоит и стоит их конкретизировать не строит модели того что с вами должно произойти вот ибо это неизбежно приводит к застою в духовной работе вы ждете некую модель ментальную ну придумали как должно быть ожидание само по себе это значит выпадение из реального времени выпали за реального времени значит никакая работа трансформирующая не идет вы либо в стену упирается любит общественное месте так что не надо никаких моделей иллюзии есть стремление есть поток есть покой эмоциональный покой в уме все все будет делаться в срок во время так как надо очень просто все предельно просто если не усложнять все умом любая созданная вашем уме модель модель того что должно с вами произойти вызывает что у вас в состоянии напряжения настояние ожидания напряженно ожидаете напряженное сознание не свободное сознание поток не идет работа не выполняется если идет то периодически потом 5 вспомнили что с вами должно быть опять поток перекрытие это все очень просто вы сами себя отрезаете от духовной реализации умом опять вмешательством ума что ничего не ждите не торопите события и все необходимое должен кто должно произойти произойдет свое время конечно полезно видеть перспективу в целом что есть перспективы что пока не сделано все не сделано ничего даже не довольствуются тем что вот есть сейчас вот это замечательно как некий маяк перспектива на пути это замечательно но конкретизировать и детализировать эту перспективу не нужно не нужно вот она есть перспектива вот есть и все какая не у неважно вот она есть она безусловно позитивная на безусловно благостная только модели не стойте что должно быть это была некая абсолютная неподвижность исключавшие возможность какой бы то ни было болезни по сути не оставалось ничего кроме неподвижности походивший на нирвану но это ничуть не мешало мне совершать все привычные действия и вот когда вибрации света истина ли божественные вибрации вибрации супраметальной силы как хотите их называйте когда они полностью овладевает вашим телесно были клеточным сознанием то действительно возникает чувство абсолютного покоя абсолютной неподвижности но в этой неподвижности вот в этом абсолютном покое ощущается все же нечто бесконечно быстро и бесконечно живое вибрирующая вот покой в то же время что это не покой вот такой знаете а вот что-то живое живой покой покой мертвым может быть это живой покой вот какие-то легкие вибрации это покой живой есть покойник который совсем да есть вот который еще живой вот и вот этот еще живой это хорошо вот вот этот покой действительно еще живой покой это удивительно это действительно ощущение полноты бытия вот такой благодатной полноты бытия это даже нельзя назвать движением но все равно это движение потому что это что-то живое не покой вот минерала что-то вибрирующие при этом тело вот в этом состоянии физическое тело принимает энергии ровно столько сколько она способна вместить и усвоить лишнего не берет вот сколько нужно с тела взяла не надо никаких форсированных попыток больше энергии впустить в тело это можно по ощущениям можно потянуть энергии можно ее добавить вот так тянется на макушке идет я тоже этим экспериментировал пробыл на потянешь ее эту минуту она идет форсированных там перестанешь тянуть покоя становится не надо тянуть не надо искусственно ее притягивать энергию и нужно не инициировать вот этот процесс сам он по себе он регулируется извне вот в покое как раз и есть сколько тебе по цвет меню сколько ты выдержишь просто эта энергия на вообще-то идет без перебора то сколько организм должен выдержать операции да вот как операция какая то есть только он выдерживает только не пугаться дать возможность полностью клеточному сознанию начать ассимилировать эту энергию уже вот в новом как бы качестве в новом состоянии будет форсированная процесс у кого-то они идут быстро в который до стремительно поскольку есть уже потенциал накопленный духовный его реализации достаточно быстро идет главное не пугаться и дать возможность этой энергии этой силе самой разобраться с теми проблемами которые мы своем теле несём наш проблемное тело как правило клетки пугливые подсознание действительно зашоренная в сильной степени все должно быть сбалансировано бывает вот период когда нужно ну как бы потерпеть потерпеть по-настоящему не форсировать события не пытаться что-то ускорить попытка что-то ускорить напротив процесс тормозится процесс замедляется каких ускорений по нашей инициативе приданных этому процессу быть не должно как не в нашей власти не в нашей воле чистота истинная чистота это отнюдь не то чем у нас учит мораль чистота это отсутствие эго так вот мораль это сухая регламентированная эгоистическим умом категория эгоистический ум он говорит о морали что не надо делать того не надо делать всего надо быть таким надо быть сиким то есть он все четко раскладывает по полочкам это эгоистической категории мораль это он придумал это да и нет никакой чистоты есть просто настрой именно чистоты нет есть просто некий настрой на то что вот вы должны быть таким тоже вы должны быть скроены вот по этой модели то есть это ну как бы эго которая себя пытается реализовать морально-нравственной ипостаси эго может быть поведение религиозное поведение стереотип духовного поведения стеотип морального поведения то стереотип это опять то что формируется в нашей эгоистической структуры в разных странах в разных народах в разные времена были разные представления морали наверно разные совершенно мораль это не нечто вот постоянное что-то она всегда это представление меняется в разные времена в разных нациях разных народов ясно наверно да чистота то истинная которая идет от божественного на для всех одинаково а морально она сильно изменчивая штука для властвующие верхушки для правящие финансовые 1 мораль точнее и отсутствие для тех кто у подножья трона другая мораль ну они там еще не у кормушки а вот туда глядят вряд ли может и схватит этот кусок но уже там заглядывают удастся ли нет нам снизу тоже дергают их вот за некоторые места а уж тех кто внизу для них совсем другая мораль ну требуется другая мораль свыше требует ясно вы поняли чтобы мораль это вот такая штучка с которой опасно вообще соприкасаться это не знаю что мы должны моральными быть просто делать глупости не надо что такое глупость и наверно знают уже может быть знают здравствуйте проходил не делайте глупости проходите это я на тему я людям говорю него пугаетесь я может вам обратить так что понятно да чего не надо делать на ясно не надо вам лишний раз на это затачивать мозги по моему когда вы на путь встаете понимаете есть ряд глупостей который на просто не над делать и тут мораль ни при чем просто делать не надо может не сразу сразу не получается со временем переставить это делать но это опять не моральная категория так что словом с морали в человеческом общежитии дела обстоят плохо мораль в жива а потом она не может служить истинным регулятором отношений между людьми не может то есть люди все равно находятся и белья и говорят на разных языках каждый человек говорит на языке собственного его кажется их своя мораль свои представления морали свои требования то что все время разноголосится нет единой территории на который можно найти консенсус прошу в моем доме не выражаться помните консенсы от нормальное слово она потребляется уже до потреблять ну вот так что невозможно этого сделать и смотришь вот люди там правители переговорщики собираются у каждого свои представления там о том о сём о пятом десятом каждый говорит на языке своего века национального там не знаю социального экономического политического ночью страшная вещь только на территории души можно вообще договориться с кем-то но на этой территории вы политики не находятся сильные мира сего у них другая территория вот ясно поэтому пытаться пытаться найти общий язык с кем-то кто настроен на эгоистическую волну но это абсолютно бесполезное занятие попытки выстроить жизнь по каким-то установленным умом канонам ну включая моральные это 5 удел я год буду жить так не буду делать этого не буду делать того не буду говорить грубых слов не буду там еще что-то делать а буду делать вот так я тоже пыталась как свою жизнь выстроить по такому принципу это грил где-то был лет в 30 между тридцатью и сорока годами лев николаевич толстой мне вроде как помогал он пытался тоже свою жизнь по каким-то моральным нравственным принципам выстроить я тоже пытался это сделать все это бесполезно задумки были хорошие все было написано а как жизнью соприкасаюсь все рушится то есть как то вот то что от ума исходит а то что умом реализуется они от души бесполезно это все равно все прахом падет бесполезные занятия только с полным умолением ага или с постепенным умолением ага потом уже таскать полным умолением ага вы постепенно постепенно начинаете жить изнутри постепенно постепенно начинается руководствоваться всевышней воли которая не допускает ничего что способна повредить вашей душе и какие моральные тут требования принципы не нужны просто вы не будете делать того что душа не допустит этого сделать то есть изнутри ясно не надо никаких запретов вам можно все но вы не будете делать того что душа на что душа санкция не даст вот и все вас запретов нет то есть в абсолютно свободны но душа этого не будет делать и вам это не нужно знаете как интересно а так все время думают эти те кто церкви ой сегодня ой я чего-то сказал нехорошее слово там или не так по постился не так на кого-то поглядел на меня кто-то не так поглядел и пошло-поехало вот я может быть не так что-то сказал и начнете ёржить поняли да смысл жизнь должна разбираться изнутри она не должна руководствоваться каким-то внешними установками с мораль то может быть и хорошо для моральных людей ну как прикрытие а для духовных искателей этот термин вообще не должен употребляться вы действительно начинаете жить изнутри жизнь развертывается изнутри и тут мораль совсем ни при чем есть нечто принципиально иное что превыше всей морали абсолютная чистота абсолютная свобода атеистических притязаний это настоящая чистота таким образом вы становитесь вне морали следуя по пути сознательной духовной эволюции вам не надо помнить что хорошо что плохо что дозволено что не дозволено ибо голос божественной души в каждый конкретный момент времени выстраивает вашу жизнь соответственно для согласно универсальному духовному закону вам не надо об этом думать и заботиться кому что сказать в какой ситуации как ответить все это происходит спонтанно все это происходит тогда когда это происходит не заблаговременно не по какому-то вашему заготовленному варианту без всяких заготовок вы спонтанно конкретной ситуации поступаете так и должны поступать на самом деле говорите то что должны сказать за године придумай что вы должны сказать не готовитесь там каким-то вот встречам где будет масса всяких вариантов которые надо продумать ну пять вариантов продумали а случился 10 а вы со своими пятью не знаете куда деться вот будет ситуация будет слова будет поступок будет результат знаете вот это все по-другому совершен то что спать ложитесь спокойно проблем нет со сном тогда проснетесь утро вечера действительно мудренее все проблемы решаются когда они приходят 5 даже не приходят они не случаются если вы в новом состоянии сознания до создания проблем уже правильное решение проблемы создается умом как правило а без ума проблем нет истинная сущность она их не создает она их упреждает вот эта жизнь настоящая интересная жизнь